Давайте теперь посмотрим Каргаса. Давайте, Каргаса, посмотрим, у него наконец-то интересный видос вышел. Он думает, что он мобильный разработчик. Сейчас практически каждая уважающая себя многомиллиардная инди-корпорация пытается войти в мобильный гейминг. У Activision это получается. Ubisoft пытаются просто выжить. Любой ценой. Ну а PlayStation уже традиция каждый год обещать покорить мобил. Нет, самая худшая мобильная компания это Геймлофт. Геймлофт это самая уебищная игровая компания, потому что раньше Геймлофт были нормальные. У них были асфальт, вот это вот все. Нынешний Геймлофт это буквально pay to win в каждой игре. Это просто такие пососные клоны GTA вечные. Окей, каждый год ничего не выпускать. Нет, у PlayStation же были какие-то мобильные игры, не? Что-то... Бля, PlayStation, я не знаю, это же на поверхности сделает Temple Run Uncharted или что-то такое. Нет, бля, PlayStation вообще нихуя не делает. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет? Донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. И на этом фоне компания Nintendo тоже захотела вступить в банду успешных мобильных миллиардеров. Конечно, самыми последними, но лучше никогда. Просто никогда. Ну, кстати, Fire Emblem Heroes неплохая. А что в нашу контору пришел? Ну, это гача говно. Что с пацанами? Хотя, казалось бы, кто как... Это была отсылка на слово пацана в видосе Каргаса? Что? И Nintendo может взорвать мобиль... Да, Game Loft это бывший Ubisoft, да. Мобильный рынок. Ведь все, что они делают, это и есть мобильные игры. Только без доната. Да-да-да, на Синов. Я его смотрел, он мне в рекомендации выпал. Походу, многим выпал. А еще без графики, оптимизации и багами. И продается это все десятками миллионов копий. Мы бедные овечки, никто... Не, самое смешное... Вот, пацаны, я реально этого не ожидал. То есть, я думал, что Каргас, он... Ну, типа такой, типа, челик, такой обычный, типа, ПК-шер, там, ну, делает видосы про консольные игры, чисто порофлить. Чел, типа, блядь, он, ну... Каргас, он, типа, пиздец угорает по Nintendo. Каргас, пиздец, угорает по Nintendo. То есть, он там Xenoblade проходит. Ебать! Это же вообще... Он, он, типа, Зельду проходит. Ебать, у него столько картриджей. Он, он просто пиздец. И я так нахуй рад, потому что, наконец-то, есть хоть кто-то, кто шарит за всю эту хуйню. Я реально был удивлен. Я думал, что Каргас быдло, на самом деле. Ну, не в этом плане. Ну, типа, нормис. Но он оказался, ебать, прошарен. Он нас не пасет. Ну, что вообще я, гордый ПК-геймер 4090, могу знать о играх Nintendo. Да как вам сказать, просто я, самую малость, ну вот вообще немного, Nintendo любознательный. Ебать. И из всех мобильных игр Nintendo больше всего у меня была надежда на Мариак Артур. Ведь что может быть проще, чем перенести аркадную мультяшную гонку на телефоны? И вместо кнопки вперед зачем-то добавить автоезду. Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняют. Управление в этой игре настолько гениальное, что здесь даже нет понятия вправо-влево. Вместо него у нас стрелочка направления машины. Не игр вообще, а Nintendo будет, да? Которая вот прям вообще не отвлекает. Я здесь всю неделю, а точнее я буду здесь всю свою жизнь. Ну, разработчики прекрасно понимали, какая получилась. Какуля. И добавили в игру нечто новое в серии. Невидимые стены. Управление гироскопом вообще по приколу сделали. Ну, кому нужна будет эта ваша настройка чувствительности? Вот, кстати, типичный игрок Марио Картур. Куда катится моя жизнь? А контроллер там нельзя подключить. Ну, бедная инди-корпорация услышала просьбы игроков. И спустя всего лишь год в игру добавили... Горизонтальное управление. Правда, меню по-прежнему вертикальное. Потому что схавают. И раз уж Марио Карт считается киберспортивной игрой, Несмотря на то, что победа в ней полностью зависит от рандома. В мобильной версии тоже есть мультиплеер. Добавили его как раз недавно. Всего лишь спустя 3 года после релиза. Это хуйня еще жива? Да. А зачем? Игру в целом очень интересно развивали все эти годы. Сначала бесплатно добавляли трассы из прошлых частей. Потом эти трассы начали отзеркаливать. А под конец просто ставили на карту динозавра и назвали это новой трассой. Возможно, вам сейчас кажется, что для аркадной гонки здесь как-то все медленно. Вон, даже я быстрее. Так вот, вам не кажется? Скоро здесь буквально продается по подписке. Где что? Сверхналог? Ты сверх... Если в обычном Марио Карт детали машин с разными характеристиками и гонщики всегда получались бесплатно, здесь они выпадали из гачи. Очень жадной гачи. Мне выпали крылышки, и это всего за пятихватку. Но после того, как на Нинтендо подали в суд, эту систему пришлось изменить. И теперь комплект гонщика, машины и планера можно просто купить. За просто 177 долларов. Сколько? Да вы, бля, ле, ухо... Бля, просто можно купить себе Нинтендо Свич. Это буквально можно себе купить Нинтендо Свич поддержанный и Марио Карт. Ты сверху машину, что так саху дорого? Ну или купить комплект по скидке. Типа, Нинтендо настолько не понимает мобильный рынок, что они самые, ну, в плане игр, типа, самые лояльные к игроку, типа, тема, да? То есть, ты игру купил, ее хватит, блядь, на 10 поколений вперед. Но когда они попытались пойти на мобильный рынок, они что-то совсем охуели. Всего лишь за 100. Они, походу, думали, что мобильный рынок можно, блядь, просто, нахуй, миллиард поставить за донат, и кто-то точно купит. 24 доллара! Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Самый главный вопрос. Зачем вообще в это играть? Если за такие деньги можно купить себе бэушный свитч, где Марио Кард... Да, 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 да. Будет абсолютно бесплатно. Да, блядь, а то ли, сука, гении мыслит одинаково. Вот, кстати, мой Нинтендо свитч. Так вот, Нинтендо тоже не знает и прекращает поддержку Марио Кард Тур. Лица всех тех, кто купил 3D-модельки за 177 баксов, представили? Но перед гонками у Нинтендо была еще одна попытка пояснить за Марио мобильным геймером, и они выпустили Супер Марио Ран. Абсолютно бесплатно, без доната, с покупкой полной игры за 700 рублей. И продолжительностью игры в целый один час. Не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. И не то, чтобы я фанат Марио. Честно, мне больше нравится Баузер. Я помню, они добавили какой-то предмет, который из Тодда делал, типа, принцессу Тодда. Типа, такая шляпа, этот, ну, как корона. И появились мемы, то, что Баузер ее надевает, и появилась так Баузетта. И есть куча фанфиков, где Марио ебет женского Баузера. И плюсы. Я удивлен, что здесь не было шутки про это. Пример, это единственная игра Нинтендо с поддержкой геймпада. Ведь именно в раннере с автобегом, где весь геймплей, это нажатие одного пальца на экран, нужен геймпад. А не в какой-нибудь там гонке. Ты приемный. И раз уж у нас здесь полноценная однопользовательская игра за деньги. Ты откуда это знаешь? Я не знаю. Что я знаю? Да мало ли что я знаю. В отличие от онлайновой Марио Карт, интернет для этой игры, естественно, требуется обязательно. Сука. На кой хрен он здесь нужен? Что за вопросы? Нет, нельзя. При этом абсолютно бесплатно прямо сейчас можно поиграть в прекрасный новенький Марио Вандер. Достаточно просто включить компьютер, взять в руки геймпад от Иксбокс и выкрутить на максимум звук в этой семейной игре года. Громче, еще громче. Я не слышу грустта позвоночника моих врагов. И такую громкость для геймера, чтобы аж соседи завидовали моему веселому геймерству Марио Вандер. Смог не обеспечить только игровой саундбар Креатив Саундбластер Катана Виду... Бля, я так завидую Каргасу. У него типа своя хата, где-то в глуши, блядь, и он может тупо орать, пиздец, 24 на 7, может чисто папичем стать. С тремя усилителями для высоких, средних и низких частот. Он поддерживает все консоли, ПК, телефоны, телевизоры. Да хоть друга своего по USB можно подключить. А еще в него встроена звуковая карта. Но главное, что до... Блин, нахуй я рекламу смотрю? Она такая охуенная. Даже самые дешевые научники с этим саундбаром будут звучать как премиальные. За счет той самой встроенной современной звуковой карты. А удаленно управлять саундбластер Катана Видуа можно как по пульту, так и через приложение для смартфонов и ПК. Я бы даже назвал этот саундбар 40... Нет, даже подвал для Майзенберга есть. 90 в мире саундбаров. Но он стоит дешевле айфоновских затычек в уши. А пока я настраиваю RGB-подсветку под следующую прекрасную мобильную почти игру Нинтендо, купить или понюхать саундбастер Катана Видуа можно по ссылке в описании. Ну а последняя попытка Нинтендо перенести Марио на телефоны стал доктор Марио Ворлд. Доктор, они сделали донатную помойку из Тетрис? Попытка настолько успешная, что игру закрыли без какой-либо возможности ее запустить. А после Нинтендо вообще поклялась никогда не выпускать Марио на... Ебать! ...на телефоны. Бывая-то игра чем-то средней между Кэнди Краш и Тетрис Баттл Рояль. Но обладатели телефонов оказались не готовы к инновациям. Такие бесплатные игры достойны быть только на Нинтендо Свич по платной подписке. Какашка? Отменная. Похожа на дерьмо. Конечно, похоже. Похожа судьба была и у первой попытки Нинтендо сделать свою собственную тамопочную социальную сеть Митомо. Ну а закрыли ее, потому что Нинтендо так и не разобралась, как на этом заработать. Упущу момент, чем в этой социальной сети для детей занимались взрослые. Ведь все, что было в Митомо, навсегда останется в Митомо. Это останется между нами. Да и у взрослых фанатов Нинтендо на телефонах сейчас другая. Я хочу на твою аудиторию пожаловаться. А что такое Кинг Дэм? Что моя аудитория делает? Забава. Что эти дегенераты сделали? Это как обычно Animal Crossing, только бесплатно и дороже. И чтобы играть бесплатно, все равно нужно оформить 3 подписки за 12 баксов. Никакого подвоха, никаких... Погоди, Happy Helper Plan, Mary Memories Plan, ебать. Ну а, да все за доллар. Это чистейшая физика и моя суперспособность тонко чувствовать балла. И мне в ТГ кидают гифки с Фурией Геншином. Это не мои, это не мои. Мои подписчики бы так не делали, чел. И для своего мобильного симулятора жизни Нинтендо реально постарались и активно добавляют новый контент. В отличие от полноценной игры на свече, где на новый контент забили практически сразу после релиза. Подумаешь, 43 миллиона проданных копий. Покетка... Не, кстати, там вроде дохуя добавляли в Animal Crossing хотя бы первый год в New Horizons. Там много нового контента появлялось. Там типа новые острова, там что-то еще. Просто она была популярна в 2020 году. А Нинтендо не очень долго поддерживает игры. Типа... Раньше строили бандиты церкви, чтобы так свои грешки замаливать. А сейчас... Animal Crossing Pocket Camp. Собственно поэтому в Pocket Camp, в отличие от полноценной игры, нет перевода. Нинтендо понимает, что все богатые люди знают английский. Мне просто хочется понять, что такое произведение. Ну а в целом это старое доброе Animal Crossing, куда взрослые люди убегают от дневной рутины, чтобы заниматься милыми и невинными вещами с животными. Сатанизм там, однополые браки, расовое разнообразие. Зато женщины здесь могут себя почувствовать прям так по-домашнему. Это вы еще не знаете, чем взрослые занимаются в Роблоксе. Чел, в Роблоксе очень много педофилов. Я знаю кучу историй про челов, которые были создателями игр в Роблоксе, довольно популярных, которые оказывались педофилами. Типа они писали игрокам на сервере, такие типа, оу, у меня, слушай, я могу тебе кое-что дать в этой игре. Такой, а что? А я создатель игры. О, нихуя ты создатель игры мне написал. Потом, блядь, в тюрьму нахуй. За 60 тысяч лайков я обещаю когда-нибудь объяснить на камеру перед вами и господом, зачем мне вообще аккаунт в Роблоксе. Но все эти никому неизвестные бренды Нинтендо, по типу Марио, не штопы. Мне кажется, сделать видос про Роблокс педофилов, это самая смешная хуйня на свете. Кто это первый сделает, тот сорвет ебаный куш. Главного доильного аппарата покемонов. Это что за покемон? Еди сюда, давай. И на телефоны покемона вышло больше, чем всех игр Нинтендо вместе взятых. Как вам, например, безобидная игра Покемон Кафе, где нужно приносить в жертву 10 ивис, чтобы сделать кофе. Во имя сатаны, естественно. Кормим мы этим тоже покемонов. Их собственными братьями. Ну а после того, как покемон наелся... Да, кстати, Яндер и Дэва, помните? У него тоже, казалось, были связи, так сказать, с майнерами. И, ну, с майнерами. То есть, ну, с шахтерами, короче. Ну, майнер, если что, несовершеннолетний. Вот. И его, ну, жестко начали, типа, пиздец там, типа, прессовать. И он в конце такой... О, вы меня забулили. Короче, я прекращаю разработку игры, дети, нахуй. Я ухожу из интернета. Блядь, чел жил сколько там? Лет восемь? А, с 14-го года. Уже почти девять лет. Он, он жил на донаты. На... Он 5 тысяч долларов в месяц получал от своих патреонов. Ты пожил игру, эту ебаную свою разрабатывал. И в конце такой... Короче, меня в педофилии обвинили. Ладно, я ухожу. В момент, то он становится рабом нашего дружного заведения. И что же ты испекла? Кто-то насрал. Донат в этой игре тоже очень скромный. Три батл пасса, специальные предложения. Нет, там у Яндера Дэвош была прикольная хуйня, потому что он делает игру на Юнити, и она даже на 40-90 лагала, потому что этот долбоеб не смог в нормальную оптимизацию. То есть у него прям была вот эта карта школы, и на ней, вот в любой момент времени, где бы вы ни находились, отрисована вся локация, и работает искусственный интеллект у каждого персонажа. И из-за этого, короче, игра просто оптимизирована была как говно. А золотые желуди за 6 тысяч рублей. Еще. Даже выскакивающие баннеры, как в старом, недобром Red Shadow Legends. Как в Геншу. Приветики. И похожая игра, а-ля собери фигурки в ряд, уже была у Нинтендо на телефонах, и называлась Pokemon Shuffle Mobile. Но там было слишком мало доната, и слишком похожее на настоящую игру. Поэтому на нее забили. А вот покемонка. Да-да-да-да, у Яндера Дэва, у него же вся игра работала через If-Else. То есть, когда любая хуйня происходила в игре, он проходил If-Else-ами через каждого персонажа, который был на карте. А там в школе, типа, было несколько сотен учеников. То есть, If-Else, 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 я не знаю, то есть, типа, чел разрабатывал игру 8 лет на If-Else. Блядь, это просто... Типа, даже я не особо шарик в разработке, ну, блядь. В квесту же действительно что-то вроде настоящей игры. Даже нас и чё есть. Фактически, это мобильная версия серии игр Pokemon Dungeon. Да-да-да-да, это зубная щетка с 20к полигонами. Ему нужна была модель зубной щетки в игру. Он ее спиздил откуда-то из интернета. А это оказалось сверхреалистичная, короче, какая-то модель зубной щетки. Там, чтобы микроскопически можно было каждую деталь посмотреть. Ну, я тупо в игру впихнул, просто меньше сделал. Типа, люди думали, чё за хуйня, там, локация туалета не должна так лагать. Там нет персонажей. Челы нашли эту зубную щетку с 20 тысячами полигона, блядь. Просто я подумал. На которую у Nintendo так и не получилось заработать. Поэтому для бесплатной игры они прям постарались и придумали абсолютно новую систему доната, где вы не можете просто так взять и купить донатную валюту. Получается она за покупку отдельных наборов. Сколько? Немало. Сколько? Эээ, 65 плюс еще 20. И если в этой игре есть хоть какой-то смысл, смотреть в то, где покемоны дерутся автоматически, прокачиваются автоматически, донатить, правда, еще сами не научились, то вот в чем смысл выпускать прям полноценную игру про самого бесполезного покемона Мэджикарпа, я в душе не Алибабу. Он здесь даже не эволюционирует. Все, что делают Мэджикарпы, это прыгают и качаются. А после того, как ты полностью прокачал одного Мэджикарпа, нужно прокачать следующего. И в это реально кто-то донатит. Пиздец, я нахуй должен, на самом деле, респект выразить Каргасу, что он во всю эту хуйню играл и насладился всем этим говном. Булжаджи это рассказывал, хоть бы сказал. Чел, эта история есть во всем интернете. То, что, бля, ну это та же самая хуня, что и с Милкомейкером. Окей, Яндередев вводишь, и ты просто видишь дохуищу видосов, помимо русскоязычных, есть миллиард англоязычных, которые я смотрел. Это просто великолепнейший. Вот тут чел-код разбирает то, что, ну, типа, Булжадь тоже это откуда-то брал. Это не то. Бля, я рассказываю части истории Яндередева, я даже не смотрел видос Булжадя. Это вообще-то у Булжадя было. Типа, а зачем ты перескажешь видос Булжадя? Типа, бля, идите нахуй. Хуй сна, бля, это общедоступная информация. Булжадь не создал Яндередева, дорогие друзья, блядь. Покемон Смайл это вообще пошаговая инструкция, как чистить зубы. Всё, что у тебя во рту, ты глотаешь. Но так как я слишком стар для подобного гейминга, кто попросил своего малого продемонстрировать геймплей? Ну как, тебе нравится? Ты ещё за щекой не... Мне жалко Мейзенберга, если честно. Мне очень жалко Мейзенберга. Всё вычистил. Вообще, это мило и доброе приложение для мальчиков, девочек. Нет в списке, нет ответа. Мне живут две личности. Сам Малина и Сам Вэл. А главное, без доната. Ведь игра для тех, кто ещё даже не научился чистить зубы. А вот тем, кто не научился спать, уже в принципе можно продавать целых два Слипаса. Но в целом, Покемон Слип, это тоже детское и невинное приложение. Покемон Слип? Зачем-то записываю сейчас звуки детей. И шкаф Рэй не знает, кому скоро в школу. Мне уже интересно, чему будут учить следующих детских... Сука, я не научу получать, блядь. ...играх Нинтендо. Выпрямили спину и какайте. А самой прибыльной мобильной игрой Нинтендо до сих пор остаётся Покемон Го. И я бы много рассказал о всех манипулятивных способах доната в этой игре. Но она уже свои 6 миллиардов заработала. Сколько при этом было случайных нелегальных мигрантов, пересекающих границу ради бульбазавра и сбитых пешеходов. История умалчивает. Концепцию светофоров тебе навязывает правительство. Поэтому помянем всех, кто не пережил хайп в 2016... О, я помню, это было огромной почвой для похищений. Типа какой-то чел забредал не в тот район, чтобы найти Покемона, и его там подкарауливали, и типа пиздили, бабки отнимали. Отстава. Не надо. Серёжа! Сейчас же в Покемон Гоу достаточно проблематично поиграть. Мало того, что сама игра из себя будет представлять смену координат на эмуляторе геолокации, так ещё и разработчики бросили все силы для борьбы с нелегальными геймерами. Не просто же так лозунг покемонов поймать их всех. А знаете, у кого ещё был лозунг поймать их всех? Правильно. У безымянного австрийского художника. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Чуть менее успешный, но чуть более похож на полноцен... Это была слишком тёмная шутка для видоса про мобильные игры Нинтендо. На игру про покемона в 2019 году вышел Pokemon Masters. Здесь даже есть озвучка персонажей. Впервые за 27 лет существования игр по покемонам. Правда, без ловли самих покемонов. Эту ненужную механику заменили на любимую донатную гачу. Но всё в порядке. Все американские покемон-блогеры без ума от этой игры. Я представляю вам лучшую мобильную игру про покемонов на сегодняшний день. Просто всё в этой игре наполнено душой. Реферальную ссылку они тоже по доброте душевной вставили. Ну ты шо? Ну ладно. Я тут притаился! Ну а лично меня в Pokemon Masters смущает только три момента. Во-первых, очень странная система романцев. Ведь зная лор покемонов, это есть сколько. Не, ну тебя в этой вселенной тоже, наверное, сколько и ей, поэтому... Во-вторых, почему-то при выборе люб... Чел, ну если чуваку из-за этого перерождения безработного, может... Вова цвета кожи, кроме белого. У меня сломалась игра. Я пока что ещё не решил, плюс это или минус. Это игра для белых. Ну и самый незначительный момент. 53 тысячи рублей, чтобы выбить гарантированную легендарку. Неужели это закон? Незаконно это нихрена. В какой-то момент у разработчиков покемонов закончились идеи. И они отдали права на следующую игру китайцам. Китайцы тоже особо не думали и сделали из покемонов Доту 2. Ну вот, продолбили мне дырку. Это моя первая новая дырочка. Смотрите, страшно очень. И для справедливости игра неплохая. Если не обращать внимания, что у меня нет характеристик, статов, счёта и хотя бы понимания, побеждаешь ты или нет. Ведь главное, это не победа, а донат. Правильно. Немного, конечно, расстраивает, что покемонов нужно покупать отдельно. Чуть сильнее печалит количество скинов исключительно за деньги. Ну и самую малость печальку вгоняют артефакты, влияющие на силу пок... Челы, не играйте в мобильные игры, ради всего святого. ...покемонов. Как именно, непонятно, ведь самих параметров у покемонов нет. Хорошо, хоть цены демократичные. Прокачать один предмет стоит 40 долларов. Даже дешевле, чем полноценная игра по покемонам. Кто-нибудь знает, что это? Бесплатно прокачать артефакты тоже можно. Займёт это немного времени. 500 дней на одного покемона. Ты здесь навеки. А вот Fire Emblem Heroes... О, Fire Emblem Heroes, моя любимая. Тактическая RPG. И раз, вроде, не самая прибыльная мобильная игра Nintendo, но почётно занимает звание самой жадной. Уже на релизе первые 10 тысяч скачавших принесли 2 миллиона долларов. Мы лохи или мы не лохи? Ты лох. А вы? И я лох. И хоть на первый взгляд по геймплею кажется, что это... Дерьмо. То на самом деле это... Дерьмецо. Нинтендо буквально взяли за основу свои самые первые пиксельные пошаговые RPG-стратегии Fire Emblem и перенесли это на телефоны. Только добавили немного магии Нинтендо. Например, тысячу персонажей из 13 разных баннеров. Пойду возьму кредит. Но всё в порядке. Вон на Чёрную Пятницу даже скидки запустили на донат. Приятные ощущения, приятные. Да, да, определённо. Осталось только понять, что в этих пикселях занимает 4 гигабайта, когда даже полноценная игра для 3DS с капценами, сюжетом и 3D весит в два раза меньше. Игра, кстати, пиздатая. Это было тяжело. Мне не понравилось. Хотя вон вроде игровым журналистам понравилось. Хорошая мобильная игра. Виталя, у него очень странные понятия о том, что донатная помойка, а что хорошая мобильная игра. По факту они все донатные помойки, но Виталя, он... В общем, не важно. Пожалуйста, покажись врачу. Мне данная система монетизации, в принципе, даже пришлась по душе. А, это был ещё ненаглый Виталя. Это был ещё скромный Виталя до хайпа. Это был скромный Виталя до хайпа. Это было, блядь, лет 10 назад. Это скромный Виталя до хайпа. Теомонетизация не просто щадящая, она тебя не заставляет, в принципе, тратить деньги. Всё это засасывает, засасывает, засасывает. Хватит нести этот бред! Это был ещё добрый Виталя. Это был не охуевший Виталя. Назначная рекомендация. А если это видео посмотрело вас до конца, то спасибо всем за лайк, подписку на бусти и патреон. И всех с наступающим Новым Годом! Ведь это мой самый любимый белый праздник в году. Дед Мороз — это символ мужского белого патриархата. Лучше? Лучше. Пацаны, поддержите этого маленького ютубера лайком, там, комментом, не знаю. Мне кажется, Каргас полностью заслуживает того, чтобы его поддержать. Вот, это очень важно. Спасибо за просмотр!